Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Вот, дорогие братья и сестры, мы читали во время литургии чтение из книги Бытия рассказ о том, как Иосиф открылся своим братьям. Это удивительная история из Ветхого Завета. Многие из вас, я уверен, знают, но все-таки я ее расскажу. О том, что Иосиф был любимец своего отца, и по этой причине, по причине зависти, его родные братья продали его. И его купили какие-то люди. Надо сказать, что в то время это была, ну, хотя бы нормальная практика, это часто бывало, что людей продавали в рабство. И вот так делали эти братья по зависти. Но получилось так, что те люди, которые его купили в качестве раба, потом, в свою очередь, его продали, и он таким образом попал в Египет. В Египет он стал довольно близок к двору фараона. И в конце концов он занимался воспитанием, видимо, наследника фараона, за что его очень полюбили, и в конце концов он получил всякую честь, и стал очень большим начальником в этой стране, богатой Египте. В то время как его братья и отец родной, они в стране Канаана, где жили израильтяне, скажем так, они переживали голод, потому что вот был такое время, такой год, неурожайный, и вот не знали, как делось. И в конце концов эти его родные братья попадают в Египет, и они не знают, что вот этот высокий господин, с которым они разговаривают, и есть их родной брат, которого они когда-то предали и продали. И он не сразу им открывается. Он сначала с ним разговаривает, потом спрашивает об отце, о том, вот как их отец поживает и так далее. Они еще один раз возвращаются в Израиль, потом еще раз возвращаются в Египет и так далее. В какой-то момент он решил открыться своим братьям. И вот это место мы и читали из книги «Бытья». И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. И вот это могло быть обвинение. И момент, когда человек, который пережил очень, ну, такой жуткой несправедливость, вот, наконец, он может отомстить. Но происходит ровно противоположное, потому что дальше Иосиф открывается своим братьям и говорит так, теперь не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Потом о том, что вот будет такой период голода, и потому Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Вот интересно, что человек не только не ищет мести, не только не хочет отомстить, не только не сохранит в своем сердце обиду, но даже читает историю и события совершенно по-другому. То есть видит то, что сам пережил, и, конечно, жуткая история, то, что продали его братья, вот эту жуткую обиду, оскорбление, несправедливость, он видит совершенно с другого ракурса. Тем самым парадоксальным, удивительным образом исполнилась воля Божия. Потому что благодаря этому действительно израильтяне, то есть избранный народ, будет жить какое-то время в Египте, и сначала очень хорошо, а потом он будет рабом, и как раз Моисей его выводит из Египта. И здесь перед нами вопрос, способны ли мы на такой. То есть не только не хранить в нашем сердце обиды, не только не желать мести, но уметь видеть промысл Божий, который удивительный и парадоксальный. И даже то, что не только кажется злом, а то, что объективно есть зло, вдруг, совершенно неожиданно для нас, может измениться, превратиться в добро. Вот такое часто бывает в жизни все-таки. Я могу сказать, в своей личной жизни, и я уверен, что каждый и каждая из вас может тоже, если думать о каких-то особых обстоятельствах в своей жизни, найти подобный случай, когда какие-то вещи, которые нас пугали, которые нам казались несправедливыми, которые были несправедливыми, в конце концов обратились в счастье и добро. Но тут, конечно, не надо путать разные вещи. Христианин должен зло называть злом, и добро называть добром. Но единственное, его вера должна быть настолько сильна, что он уверен, что даже зло Бог в своем человеколюбе может совершенно изменить. И даже из этого зла он может дать нам какое-то добро. Вот здесь это чрезвычайно сложное равновесие. Мы не должны сказать, да все хорошо. Ну, не знаю, плохо идут дела в стране. Ладно, ничего страшного. Нет, зло надо назвать злом. Несправедливость надо назвать несправедливостью. Но потом надо быть уверены, что все равно Господин Истории – это Бог. И поэтому все-таки победа за нами. Потому что Бог может любое зло превратить в добро. Храни вас Господь. Вот скоро закончится пост. Остались считанные дни, потому что фактически вот с Лазаревой субботы уже заканчивается пост. Потом наступает вход Господь в Иерусалим, Страстная Седмица, которая уже не есть время поста, а время, когда мы вспоминаем главные события нашего искупления. Поэтому вот осталось совсем немного. Давайте в это немногое время будет делать все, что не успели, или не смогли, или по лени, или по другим причинам не делали во время, в длинное время поста. А что важнее всего? Вот сегодня, когда другая служба прежде священных даров служилась с утра, читались часы, и там мы читали замечательный текст из книги Исаии, где Бог объясняет, что такое пост. Мы это не читали сейчас, потому что часы читали с утра, и они не повторяются, естественно, перед вечерней службой прежде священных даров. Но это место чрезвычайно важно из книги пророка Исаии, где Бог говорит своему пророку, что вот он не хочет тот пост, которым постятся благочестивые люди, потому что они не поняли, что есть пост. Они постятся, но осуждают друг друга. Они постятся, но завидуют, ну и так далее. И творят несправедливость. И тогда этот пост не есть угодный Богу. А вот какой пост угоден Богу? Вот об этом говорит нам сам Бог устами своего пророка. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных, введи в дом. И так далее. Вот это и есть пост, и угоден Богу. И то, что от нас зависит, вот из этих слов мы должны исполнять. Вот особенно в эти несколько дней, которые остаются Великого Поста. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok